сегодняшняя самоделка наша будет вот с такого вот диска я правда не знаю откуда он кто знает напишите но я так подразумеваю что это пилорамы какой-то видимо он провалялся долго в земле потому что я немножко земли вышел я немножко тут прикинул порисовал вот так сейчас вырежу будем размечать так а теперь аккуратненько положим чтобы по минимуму резать металл вот я буду сейчас вырезать в общем на первых порах получилась такая вот болванка но на в принципе удобно в руку тут болгар конечно обрабатывать сейчас доведу все это так но как видите в общем немножко все подровнял теперь сейчас надо нам избавиться от ажавчины поставил такую вот щетку сейчас будем ехерачить так немного я ржавчины почистил ну блин что впадины убрать не знаю сильно такой металл здесь очень интересный да то что гнется и обратно возвращается куплю диски нормальный попробуй шлифануть сейчас попробую просверлить два ой три отверстия друзья ну вот с большим с большой сложностью сделал я четыре отверстия как я сам охерел 10 раз на точил сверло чтобы это сделать как видите здесь и немножко уже прочертил до одинаково со всех сторон будем сейчас делать спуск друзья ну в общем угол я сделал он уже получился такой довольно таки острый в общем решил я немножечко его все-таки полирнуть немножко пошлифовал но вот только вот так вот смог я уж самая маленькая полутортысячная было зерно вот другая сторона конечно вообще плохо может здесь такие впадины большие уничтожим и сейчас заточим сделаем ручку еще сюда и потом еще сделаем зачерним его и будет вообще я думаю огонь так взял теперь дубовую дощечку но решил я сначала сделать ручку так ручки я выпилил ну практически симметрично получились сейчас немножечко рашпилем пройдемся тут подровняем вот так сейчас зажал наш накладочку одну сейчас десяточки просверлю отверстие так отверстие в одной ручке мы сделали сейчас пока ручку откладываем в сторонку берем вот кипяточек там еще внизу видно лимонная кислота не растворилась я побольше так я поменял посудину перелил другую чтоб меня закрывалась полностью сразу видна реакция пошла он пузырики показывать всю процедуру я не буду потом итог покажу уже хотел показать реакция смотрите какая идет вода уже желтая стала это еще один раз только вытаскивал один раз протирал покажу достану ножик он снова поворачивать надо уже вот такой интерес становится это старый ножик тоже решил немножко доворонить вот я уже наверно три часа продержал вытаскивал кажд 10 минут она сама мажется и сейчас вытрем все это вот видите немножко попал не знаю видно не видно вода попала сразу ржавчина схватилась то есть такой металл здесь ну вот цвет получился такой серый серый темного ближе к черному первую ручку так вот мы это все в кусочки зажали перепадать подсохнет потом будем обрабатывать так друзья пакси пол высох так зажал тесточки сейчас самое грубое пройдемся рашпилем с так с с с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножечко подрасплющим... Сейчас с одной стороны... Немножечко... С другой стороны... так теперь два шарика берем и сейчас будем плющить папа какая красота получилась теперь осталось только немножечко шлифануть сейчас делаем так три штуки в общем вот так вот я подшипниками записывал получилось такое уплотнение сейчас теперь тоже это все подобработаю и будет вообще огонь решил я немножечко спуск навести потому что вот так уже был острый прям очень осмотрим двухтысячный сейчас пройду друзья на в общем получился вот такой вот топорик покрыл я это воском довольно таки такой приятно в руке держится ну проверим на камеру не знаю неудобными не видно вроде бы режет а то скажут что тупого все четко ножик полу топорик получился огонь друзья всем кто досмотрел данный ролик спасибо вам огромное всех вас обнимаю может кто то есть подскажет мне чем можно лучше заворонить что-то метод способ не особо нравится но тем не менее действует еще раз всем спасибо до новых встреч до новой самоделки пока пока